Сегодня в Набережных Челнах в четвертый раз провели фестиваль детских и молодежных СМИ медиапокорения. Состоялось мероприятие в Набережной Челнинском институте КФУ. Организовали его студенты факультета филологии и журналистики. В числе участников сотни молодых талантов со всей страны. Однако приехать смогли лишь жители Республики Татарстан и гости из Ямала-Ненецкого автономного округа. Печать, телевидение, радио и интернет. Тематика фестиваля затрагивает все направления журналистики. По желанию, каждый участник мероприятия может выбрать интересующий его мастер-класс, который проводили не только педагоги, но и опытные работники СМИ. Это основные такие моменты, на которые нужно обратить любому дизайнеру, начинающему или профессиональному. И, возможно, здесь какие-то на основе увиденных материалов, то есть наглядных материалов, они видят свои ошибки. Лучше показать один раз, чем теоретически объяснять, насколько это все сложно. Мастер-классы проводились по пяти направлениям. От дизайна школьных газет до советов по совмещению трех видов журналистики одновременно – печать, радио и телевидение. После тренингов будущих «Акул-пира» ожидала церемония награждения. Именными дипломами и памятными призами отметили лучшие из представленных на фестивале работ и проектов детских и молодежных СМИ. В номинации «Лучшая детская радиопередача» награды вручали ведущие радио «Брежнев-ФМ» Катя Юрча и Тимур Икрамов. Они отметили гостей из города Бавлы. Ребята представляют молодежную студию «Вектор» и работают над небольшой детской передачей «Оки-доки». На самом деле очень приятно. Мне понравилось. Я здесь первый раз. И не ожидал, что мы займем в этой номинации место призовое. Я никогда не чувствовал такое волнение, когда был в прямом эфире, как сегодня происходило со мной на сцене. Ну, клевое мероприятие. На самом деле ребята вообще все клевые. Позитивные, да. Очень энергичные, молодые. Я повторюсь, то, что в зале царит атмосфера творчества. Я вижу и глаза полные. Мы сегодня чувствовали себя в своей тарелке. В своей тарелке, да. Победители из других городов, например, Тюмени или Ростова, получат свои награды по почте. Их им отправят вместе с видеопоздравлением от организаторов и участников фестиваля. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.